Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Продолжим сегодня разговор о вредителях. Я нахожусь в своей такой теплице рабочей. Видите, у меня желтые таблички, как в каждом приличном тепличном хозяйстве. Для того, чтобы туда прилипали почвенные комарики, может быть, какие-то белокрылочки, если вдруг появятся, они туда сразу прилетят, я увижу, что они точно есть, начну здесь какую-то борьбу. Ну и на всякий случай это ловушечки такие. Ну, если я где-то замешкался, значит, туда всякие гады могут и поприлипать. Однако, среди большого числа вредителей, которые вредят томатам, в том числе и другим растениям, нельзя не остановиться на тлях. Кто-то скажет, ну опять тли, уже про тли надоело говорить. Однако, мы сегодня поговорим об очень необычных тлях. Тлях, которые связаны очень часто с муравьями. И особенно часто они связаны с муравьями. Как раз в защищенном грунте в парниках и теплицах. Это коварные тли, которые паразитируют на корнях растений. Может быть, кто-то из вас даже не слышал, что такие тли бывают. Однако же, они могут наносить огромный урон не только овощным, но и садовым растениям. Очень хорошо известна корневая тля, которая поселяется на корнях винограда. Ее завезли из Америки. И победить ее бывает очень и очень сложно. Зачастую для борьбы с этими тлями, а ведь невозможно использовать какие-то опрыскивания. Она ведь под землей, она на корнях. Используют жесткие инсектициды для пролива почвы, для насыщения почвы этими инсектицидами. Особенно опасны в этом смысле системные инсектициды, нейоникотиноиды, например. Потому что они способны всасываться в растения и попадать в плоды. Кроме того, такие инсектициды подавляют полезную почвенную фауну. Полезных насекомых, которые живут в почве. И, конечно же, это бывает иногда весьма расточительно. Я познакомлю вас сегодня со способом, который позволит вам, если не полностью избавиться, то, по крайней мере, существенно снизить вредоносность корневых тлей, а также сделать хорошую профилактику от их появления. Используйте эти методы в теплицах, где у вас завелись муравьи. Потому что как муравьи, которые ухаживают за растениями, за тлями на поверхности растений, точно так же муравьи могут ухаживать за тлями, которые находятся и под землей. Как узнать, что вообще эта тля у вас завелась? По чахлому виду ваших растений. Они не растут, ненормально развиваются, увядают без признаков каких-то бактериальных или грибных инфекций. Ну, то есть чувствуют себя плохо. Иногда можно подумать на медведку, иногда можно подумать на крота. Но если у вас нет ни того, ни другого, а растения себя чувствуют плохо, то в этом случае используйте этот метод. А кроме того, если у вас есть еще и муравьи, то уж тем более используйте этот метод. И этот метод является абсолютно биологическим. Более того, он является весьма полифункциональным. Метод настолько прост, что, в общем, не буду дальше вас интриговать и скрывать его. Для того, чтобы погонять корневых тлей в защищенном грунте, особенно в присутствии муравьев, вам необходимо использовать натуральные средства на основе эфирных масел. Где же их можно найти? Очень легко их можно найти в самой обыкновенной Кока-Коле. Кто-то вскликнет, ну вот, Кока-Кола настоящий яд. Для наших целей это совершенно незаменимый продукт. Многие садоводы знают, что с помощью Кока-Колы можно избавиться от наземных тлей, которые повреждают плодовые овощные растения на поверхности. А иногда бывает очень сложно избавиться от тлей какими-то химическими или мыльными способами, потому что это может быть укроп, это может быть петрушка, это могут быть другие зеленые. И чем-то надо обработать таким, что даже если вы не очень тщательно смоете, оно все равно не страшно при потреблении вовнутрь в пищу. Кока-Кола, кроме того, содержит ортофосфорную кислоту. Она является очень хорошим подспорьем для обеспечения растений фосфором. Она не просто сама по себе является источником фосфора, но она растворяет недоступные фосфаты в почве и таким образом делает их доступным растением. Кроме того, она содержит значительное количество сахара. Это не очень-то хорошо для здоровья. В общем-то, многие избегают этого напитка и по причине высокого содержания сахара, и по причине высокого содержания ортофосфорной кислоты. Говорят, зубы там растворяются и все остальное прочее. Но я сейчас не об этом. А сахар будет прекрасной подкормкой для целого комплекса микроорганизмов, которые будут тоже очень хорошим подспорьем для ваших растений. Те же азотфиксаторы и те же фосфатмобилизаторы. Кроме того, Кока-Кола делается на основе таких продуктов, как эфирные масла. Конечно, я вам не открою секрет Кока-Колы, рецепт Кока-Колы. Однако же сюда входит и лимонное, апельсиновое наверняка масло, масло кориандра, ванилин сюда наверняка входит. Но это, по крайней мере, то, что я ощущаю по своим вкусовым рецепторам, ну и догадываюсь, что оно здесь есть. Во всяком случае, этот способ меня зачастую спасал от того, чтобы восстановить корневую систему и погонять этих самых тлей. Рецепт чрезвычайно прост. Вам надо взять 1 литр Кока-Колы, вы можете взять Пепси-Колу или любой другой аналогичный напиток. Как видите, я не рекламирую этот бренд, абсолютно я рекламирую этот состав. Взять 5-7 литров воды, вылить туда литр Кока-Колы и по пол-литра по хорошей пролитой земле, для того, чтобы по капиллярам стала двигаться эта Кока-Кола, этот раствор, и внести по пол-литра по хорошей пролитой земле под каждое растение. Вы можете делать такие внесения раз в неделю для того, чтобы и профилактировать, и избавляться от этих корневых тлей в своем защищенном грунте. Кроме того, конечно же, кто-то скажет, с ума сошел, там на 7-8 литров конечное количество раствора использовать бутылку Кока-Колы. Не так уж это и дешево. Пожалуйста, сделайте этот раствор примерно с аналогичными свойствами дома самостоятельно. Возьмите 10 литров воды, положите туда почти полкилограмма сахара, можно даже больше, но не стоит засиропливать так этот раствор, этот состав. Полкилограмма сахара. Вымешайте это все как следует. Добавьте туда 1 столовую ложку ортофосфорной кислоты. А кроме того, 10 мл любого душистого масла. Желательно взять масло герани, хвойное масло хорошо действует от этих самых тлей. Возьмите масло корицы, возьмите масло гвоздики, возьмите масло полыни абиссинской. Пожалуй, очень мощное средство это масло. Можете взять масло эвкалипта или даже мяты. Разболтайте его предварительно в небольшом количестве мыльной болтушки, для того, чтобы оно эмульгировалось. И введите в этот раствор. Вымешайте все и точно так же по пол-литра по очень хорошо пролитой земле пролейте ваши растения. Это будет и фосфор, фосфатмобилизация, и подкормкой конкурентной микрофлоры от корневых гнилей, и подкормкой полезной микрофлоры фосфатмобилизаторов, азотфиксаторов. И погоняете и муравьев, и корневых тлей, и заодно других почвенных вредителей, которые там могут вредить корням ваших растений. Что ж, надеюсь, этот очень простой способ. Кому-то хочется повозиться, а кто-то воспользуется и таким способом. Пригодится для того, чтобы восстановить здоровье ваших растений. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!